Девушки отдыхают Что же в нем такого необычного? Первое, о чем стоит сказать — комплектация. Плата поставляется в огромной коробке. Вместе с инструкцией и дисками внутри мы нашли наклейки на SATA кабели, переходник для подключения корпусных проводов, шесть SATA кабелей в тканевой оплетке, заглушку на заднюю панель, две стяжки на липучках, прозрачную акриловую накладку, Wi-Fi-антенну, шнур для подключения RGB-лент, два термодатчика, один Crossfire и три SLI-мостика, скобу для закрепления антенных штекеров, годовую лицензию на XSplit GameCaster, табличку на дверную ручку. Внешне плата похожа на младшую версию. Черный текстолит, белые пластиковые накладки, два выхода на RGB-ленты и мощная подсветка на всех важных элементах. Светодиоды управляются программой RGB Fusion. Помимо базовых настроек, она позволяет выбрать цвет для каждой из шести зон, а также привязать работу подсветки к загрузке и температуре процессора или к скоростям вентиляторов и сетевого подключения. А вот по набору разъемов девятый гейминг сильно отличается. Главная особенность платы — поддержка Quad SLI. Коммутатор от PLX-TEC развел 16 линий процессора на 4 порта PCIe X16 и заставил их работать в режиме 8X. На сегодняшний день такое умеют только три платы на двухсотом чипсете. Обычно же для сборки четырех видеокарт используют более дорогие платформы на X99. Отметим, что графические порты расположены через слот PCIe X1, а значит, без труда можно установить видеокарту с габаритными системами охлаждения. Кстати, еще одна отличительная черта Гейминг 9 — это система охлаждения. Южный мост накрыт крупным алюминиевым радиатором. На силовых цепях смонтирован модуль от компании EK. Его можно интегрировать в контур жидкостного охлаждения. Для вентиляторов — 8 четырехконтактных разъемов. Два из них рассчитаны на потребителей повышенной мощности. С управлением поможет программа SmartFan 5, доступная как в BIOS, так и в Windows. Она поддерживает ручную и автоматическую калибровку вертушек. Для накопителей есть все актуальные интерфейсы. Два M.2 с поддержкой NVMe, пара U.2, три SATA Express и восемь SATA 3. Естественно, занять все сразу не получится. M.2 и U.2 сидят на одних линиях с SATA. Зато плата позволяет объединить в RAID до трех NVMe и получить скорость чтения под 7,5 гигабайт в секунду. На заднюю панель выведены два LAN, гнезда подключения Wi-Fi-антенны, пять аудиоджеков, оптический выход, дисплей-порт, HDMI, пара USB 3.1 разных версий и четыре USB 3. Причем на двух разъемах можно поднимать напряжение. Это может быть полезно при использовании USB-удлинителей. Хватает вкусностей и для любителей открытых стендов. Помимо Power, Reset и сброса BIOS, есть клавиши Echo и OC для энергосберегающих технологий и режима разгона. А еще тут распаяна пара переключателей. Они позволяют выбрать актуальную микросхему BIOS, а также уровень усиления на аудиовыходах. За прохождением процедуры пост и работой платы можно следить по четырехзнаковому индикатору, ряду красных светодиодов, а также при помощи мультиметра, для которого вывели точки замера напряжений. Оболочка UEFI BIOS у Gaming 9 немного отличается от семерки, однако на удобстве и функционале это не сказалось. В разделе MIT есть все, что нужно оверклокеру. Напряжение, тайминги, частоты, делители. Для тех, кто не занимается разгоном и тонкой настройкой, заготовлен EasyMod с базовыми параметрами работы и возможностью переключения профилей. Что же касается второстепенных моментов, то за сеть у Gaming 9 отвечают три адаптера. Два Ethernet на микросхемах Killer E2500 и Wi-Fi стандарта AC. Управляется тройка приложением Killer Network Center. Оно позволяет настроить основные параметры соединений, задать приоритеты использования сети и оценить нагрузку на каждый канал. Мощнее и звуковая подсистема. Она основана на чипе Creative Sound Blaster ZXRI. А в аналоговых цепях – качественные японские конденсаторы и малошумящие операционные усилители, которые можно быстро поменять. Это, а также отдельная питающая цепь, позволяет добиться соотношения сигнала и шума в 120 дБ. На уровне софта за звук отвечают Sound Blaster Pro Studio. Она открывает доступ к спецэффектам, эквалайзеру и функции Scout Mode, которая помогает не умирать в шутерах. Комплект фирменных утилит у Gaming 9 остался прежним. Помимо стандартных Windows-приложений для разгона и оптимизации системы, есть программы для изменения частот видеокарты, настройки энергопотребления, регулировки напряжения USB-разъемов, мониторинга параметров системы, бэкапа данных, разграничения времени работы ПК и облачного хранения файлов. Подведем итог. На базовом уровне 7 и 9 гейминг очень похожи. И если говорить о сборке обычной системы с одной-двумя видеокартами, то младшая версия окажется ничуть не хуже. Другое дело подготовка бескомпромиссного конфига на базе трех-четырех видеокарт с полноценной системой жидкостного охлаждения. Вот тут у Gaming 9 масса преимуществ. Начиная с редкой для Z270X конфигурации графических портов и заканчивая штатным радиатором ватерблока. Не стоит забывать и про мелочи. Отличная звуковая плата, сразу три сетевых контроллера, а также полный инструментарий для разгона.